Добрый вечер в Украине 20.00. Вы смотрите подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. На лояльность рассчитайся. Какие расписки Народный фронт хочет требовать от иностранных актёров? Вне зоны доступа. Почему украинского консула до сих пор не пустили к арестованному российскими спецслужбами журналисту Сущенко? Битый к небитому идёт. Чего требуют протестующие возле управления облполиции в Хмельницком? Угадай мелодию. С какими песнями приехал в Николаев новый губернатор? Ещё год в Украине не будут продавать земли сельхозназначения. Такое решение парламент принял буквально два часа назад. С утра законопроекта в повестке дня не было, но потом спикер его внёс уже до вечернего заседания. Комитет документ утвердил. Это общий проект, над которым работали представители всех фракций. Два альтернативных, где предполагалось продлить мораторий на пять лет, авторы отозвали. В итоге за совместный закон проголосовали 297 народных депутатов. Я напомню, что отмена моратория – это одно из требований МВФ, от которого зависит выделение транша Украины. Киев обязался его выполнить, но после разработки модели земельного рынка. Тем временем МВФ уже завтра соберётся на сессию. В Вашингтон прибыла и украинская делегация. Главная задача на полях осенней встречи – договориться о принципах, на которых фонд продолжит кредитование нашей страны. Саммит продлится четыре дня. Это возможность сверить часы, понять тенденции в мировой экономике и договориться о координации действий. С утра в парламенте об условиях МВФ не говорили, но из-за российских актёров нардепы разошлись не на шутку. Народный фронт предложил ввести новые условия для гастролей и требовать у артистов расписки. До чего дошли в Комитете культуры и духовности. Подробнее Екатерина Лысенко. Во Всемирный день сердца в Раду пришли кардиологи. Мерить давление нардепам на тонометре всё в норме, а вот как будет в зале – непонятно. А в зале давление подскочило буквально в первый час работы, когда нардеп Книжицкий вышел на трибуну со своим законопроектом. Актор, который вчера выступал против территориальной ценности Украины, закликал к поддержке сепаратистов на Сходе сегодня, чтобы выступать в нас, должен взять на себя обязанность и оголосить, что он поддерживает территориальную ценность Украины. По сути, документ должен обязать актеров и музыкантов писать расписки в поддержку Украины. И тех, у кого яркая проукраинская позиция, и тех, к примеру, кто был задействован в съемках голливудских фильмов, но имеет русскую фамилию. В зале – поток критики. На самом деле, этот законопроект не про патріотизм. Этот законопроект про то, как посадить в российской въезнице Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича. Будь-хто для того, чтобы выступать в Украине, должен засудить Путіна. Я хочу вам напомнить, что в России подобные вещи сравниваются к экстремизму. Это означает, что любому актору, который поддерживает Украину, по повернению к России, мы обеспечиваем ни в клетку и друзей в услугу. Мы не можем, как права государства, принимать законопроекты, уподобляющись России, которая забороняет, знаете, все на свете. От усыновления хворих детей и сейчас закрывает Украинскую библиотеку. Так что Украина – не Россия. Не через забороны нужно идти, а через вихование патріотизма. Мне очень прикро, что комитет, который должен обеспечиваться вопросами культуры и объединять страну, пытается сегодня раскаливать сессийный зал. Законопроект с треском провалили. Нардепы не то, чтобы не поддержали документ. Более того, не проголосовали даже за его доработку. В итоге автор устроил Димарш, а в ответ получил порцию обвинений. Я в этом цирку участи брать не буду. Чтобы вся держава видела, как сейчас пытались провалить коррупционную схему антинародным фронтом. Людина, которая была с батьком российской пропаганды Кисельевым, которая разом с Севковичем, который втек в Россию, который причетен к разогону Майдану. Людина, которая уничтожила единственный опозиционный телеканал в часы Януковича, канал TVI. И эта людина сейчас рассказывает о том, что он защищает национальные интересы. Эта людина является агентом, который засланный сюда, который отстает ворожью до Украины интересы. Но куда больше дискуссий разгорелось в соцсетях. Мол, законопроект умышленно отправили в Комитет культуры и духовности после того, как его отклонил профильный по свободе слова. А глава последнего Виктория Сюмар стыдливо вытащила карточку во время голосования уже в зале, написал Нардеплещенко у себя в фейсбуке. В самом же Комитете по свободе слова говорят, «Предлагаемый книжинским документ явно был небескористным». Там есть несколько норм, которые створяют теневые потоки. По-перше, на выдаче прокатных свидетельств Держкино. По-друге, на манипуляции выдачей или не выдачей лицензий телеканалами. Впрочем, обсуждение идей Народного фронта длилось чуть ли не весь день. Но в зале после провала на табло перешли куда более важным документам. У нас сейчас есть надважливое вопрос к бюджету. Из здания «Напротив» Кабмина к избранникам пришел премьер. Просит увеличить расходы на оборону и безопасность на 7 миллиардов гривен. Мы можем сегодня говорить про то, что до конца года будет ритмичное финансирование заработной платы и забезпечения Збройных сил Украины. Хочу подкреслить, что нам нужно в рамках реформованной национальной полиции забезпечивать заработную плату для работников национальной полиции. Рада премьера поддержала, хотя после и частично покритиковала. На 2 миллиарда гривен будет повышена заработная плата сотрудников полиции, правоохранительных органов и на 5 миллиардов гривен будет увеличено денежное содержание наших военнослужащих. Практично все представители полицейской частины державы отримают 20, 30, 40 тысяч гривен в месяц, а у учителя, который пришел в школу, первая заработная плата 2 тысячи гривен. Вы мне скажите, какие приоритеты расставлены державой? Мы предложили свой альтернативный вариант, направить эти деньги именно на социалку. Это образование, это закрыть дырку, которая есть сегодня в пенсионном фонде. Это была наша модель. Но, к сожалению, мы теперь видим, что учителя наши станут еще беднее. До чего в зале не дошли, так это до визового режима с Россией. Всю неделю говорили, но по факту, после консультации с МИДом, самой большой фракции, Блоке Порошенко, решили документ и вовсе не вносить в зал. Мы ждем висновки МЗС, позиции Кабинета Министров, позиции Президента. После этого мы снова собираем фракцию. Будь-який крок, не вываженный в вопрос внешней политики, может привести до надзвичайно плохих последствий. Абсурдность этого вопроса поляга в следующем. Парламент же не может ухвалить такого решения. Парламент только может рекомендовать МЗС, соответственно, Президенту, внести соответствующие решения. Мы сейчас остановились в ситуации, когда не МЗС дает порады парламенту, что делать, а фактически эта инициатива выникла так спонтанно. Напомним, вчера глава МИДа заявил, вопрос требует серьезной политической отработки и призвал взвесить все риски. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. Визовые вопросы это компетенция парламента, поэтому президент ждет решения от нардепов. Но сначала введение визового режима с Россией он предлагает обсудить с общественностью. Об этом Петр Порошенко рассказал на встрече со студентами из ТФАКа Киевского университета имени Шевченко. В своем выступлении Порошенко говорил и о текущих проблемах, и, конечно же, о политике, о политиках, тех, от которых сейчас зависит развитие нашей страны и тех, кто стоял у ее истоков. Грушевскому и его сучасникам удалось неможливо. После некоторых столет без государственности ему удалось створить независимую украинскую государство. А вот, с другого боку, брак единства в середине украинства привел к поразке и втрате государственности. Вот представьте себе, как бы четыре наших гранды тогдашней эпохи, а именно Грушевский, Демниченко, Петлюра и Скоропадский, смогли бы вынести задушки своей внутренней разбежности и объединяться перед внешними выкладами. И вот насколько разъединенными, сейчас, эгоистичными выступает украинский политический класс. Прокомментировал Петр Порошенко и ситуацию с задержанием в Москве корреспондента Украинформа Романа Сущенко, которого российские власти обвинили в шпионаже. По словам главы государства, он уже поручил украинским дипломатам принять все необходимые меры для освобождения Сущенко, а также Евгения Панова и других заключенных. Журналисты Украинформа Романа Сущенко седьмые сутки удерживают в российском следственном изоляторе Лефортова. А сегодня в Киеве возле посольства Российской Федерации прошла акция в его поддержку. К зданию диппредставительства пришли журналисты, блогеры, медиаэксперты. В руках они держали плакаты «Свободу Сущенко». По мнению участников, обвинение украинского репортера в шпионаже просто нелепо, и журналисты нужно немедленно освободить. Организаторы также сообщили, что подобные акции они запланировали в Риме и Париже, ведь только, по их мнению, международное давление и солидарность способны повлиять на эту ситуацию. Завтра Сущенко должны предъявить обвинение по статье «Шпионаж». В Москве считают, что корреспондент является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Напомню, несколькими днями ранее в Киеве эти заявления опровергли и назвали задержание журналиста провокацией. Адвокат Марк Фегин смог пообщаться со своим подзащитным всего лишь один раз. В изолятор к Роману его пока не пускают. Консулов к арестованному украинскому журналисту тоже допускать не хотят. Наш МИД неоднократно отправлял в Москву запросы. Адресат — это следственное управление ФСБ. Последнее обращение ушло буквально вчера вечером, но пока все они без ответа. Дипломаты попросили содействия у уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Но амбуцмен на эти просьбы тоже реагировать не спешит. Интер просит у президента защиты от нападок радикалов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте телеканала. Очередные нападки готовятся при попустительстве МВД и сопровождаются провокационными заявлениями лично Арсена Авакова, говорится в заявлении. Мы также требуем от генерального прокурора публично отчитаться о ходе расследования нападения на редакцию подробностей, которое суд, я напомню, квалифицировал как террористический акт. А от ГПУ и СБУ привлечь к ответственности тех, кто совершил этот теракт. Видео, доказательство которого видела в эфире вся страна. Только защитив свободу слова, власть может подтвердить свой курс на сохранение демократии и гражданских свобод в Украине, говорится в заявлении телеканала. И буквально сегодня возле главного офиса Интера снова собрались подконтрольные МВД радикалы и криминальные элементы предпринять очередную попытку давления на канал. Среди них и Алексей Капишинский. Это руководитель Киевспортклуба, а в криминальном мире он больше известен по прозвищу Лёха Качок. Сейчас он на ваших экранах. Это тот самый Лёха, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения и мобильных телефонов во время поджога нашей студии 4 сентября. Я еще раз напомню, что вчера телеканал Интер добился в суде того, чтобы поджог нашей телестудии квалифицировали как террористический акт. Это дело будет вести Служба безопасности Украины. Мы надеемся на объективное расследование и задержание виновных. С такими же призывами, я напомню, выступали и Европейский Союз, и Госдеп США. В Николаеве сегодня, спустя 4 месяца после отставки губернатора, представили нового главу региона. Им стал Алексей Савченко, народный депутат от блока Петра Порошенко. Ранее Савченко не имел никакого отношения к Николаевской области. К слову, она славится постоянными коррупционными и криминальными скандалами. От Врадиевки до Кривого озера. Чего ожидает от нового руководства жители? Мы узнаем у моего коллеги Кирилла Ющишина. Он с нами на прямой связи. Кирилл, здравствуй. Расскажи, как прошло представление. Добрый вечер, Наталья. Новый глава областной администрации. Персона более чем долгожданная. Область фактически 4 месяца была без руководства. Напомню, экс-губернатор Вадим Мериков написал заявление об отставке. После череды коррупционных скандалов на взятки попался в том числе и его первый заместитель Николай Романчук. Тот самый чиновник с подземельями, сотнями тысяч долларов и антиквариатом, спрятанными в туннелях. За то время, пока в области не было руководителей, криминогенная ситуация обострилась. Достаточно вспомнить громкие события в Кривом озере. А буквально вчера в спальном микрорайоне города неизвестные расстреляли двоих полицейских охраны. И инцидент произошел вечером возле супермаркета. Полицейские уже после смены возвращались домой, увидели драку, попытались разнять. А в ответ каждый получил по пуле. На месте подъема были вылечены гильзы калибра 9 мм. Попередно установлено, что было застосовано травматическое оружие. Введен план перехват по перевесу автомобилей на территории города Миколаева. Так что главное, что ждут николаевцы от нового губернатора, это наведение порядка. Остается открытым и не менее важный вопрос – оттопительный сезон в Николаеве. Из-за нехватки финансирования областной теплоэнерго практически не готовилась к зиме. У коммунальщиков элементарно не было материалов, чтобы латать дыры в трубах. Инфраструктура от теплоснабжения может отказать, и областной центр останется без отопления. Сам новый глава очертил для себя главную задачу – борьба с коррупцией, как корень всех проблем. Я налаштован на борьба и подолание с коррупцией. Это самое главное сегодня. И я без винятка всех прошу приедать к этому. Алексей Юрьевич Савченко – первый глава областной администрации, который призначен главой администрации. За результатами открытого мы ожидаем конкретных результатов. Всего представление нового губернатора длилось около 20 минут. После этого и замглавы администрации президента, и сам Савченко удалились на совещание. Журналистам возможность пообщаться с новым руководителем области не предоставили. Спасибо, Кирилл. Кирилл Ющишин с последними новостями из Николаевской области, где сегодня, спустя 4 месяца, появился губернатор. Крики, плакаты и даже чучело. В Хмельницком сегодня пикетировали областное управление полиции. Чего требовали? Подробности узнаем от наших корреспондентов. С самого утра возле управления областной полиции собираются люди. Возле ворот ставят деревянное чучело, разворачивают плакаты. Требуют, чтобы к ним вышел главный полицейский. Зименищина, зонарод! Вызывают начальника полиции, чтобы он написал заявление об уходе. Возмущение людей вызвал разгон участников акций под белгородским молокозаводом. Вот уже несколько месяцев им не платят за молоко, которое сдают на предприятия. Долги исчисляются миллионами гривен. Нам стали вообще не давать грошей. Через то мы сегодня сюда пришли, уже сюда, в Хмельницкий. Терпение людей лопнуло. И в начале сентября они вышли на акцию. Разбили палатку, притащили автомобильные шины, которые сжгли время от времени. Пригнали трактор. Так продолжалось три недели. На прошлое митингующих разогнали. Полицейские. Досталось и сыну вот этой женщины. Он тоже участвовал в пикете. Сейчас в больнице. Но в полицию уверяют, никого из активистов не били. Применяли силу полицейские или нет, должны разобраться специальная комиссия и прокуратура. Что же касается самого Семинишина, то добровольно увольняться он не собирается. Если только не заставят. Во всяком случае, люди уже написали обращение к главе МВД с требованием уволить областного начальника полиции. Наталья Савченко, Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер, Хмельницкий. В Черкасах двое патрульных не смогли защитить себя от вооруженного нападения. Один из них получил травму головы, второй отделался легкими ушибами. Нападавших задержали, но суд отпустил их под личное обязательство. И теперь уже они выдвигают требования. Обвинения. Разбирались наши корреспонденты. Вместо дежурств патрульный Сергей Полищук вторую неделю лечится в больнице. В рукоятке пистолета ему проломили голову. Вместе с нападником он пытался задержать девушку, которая обманула с арендой квартиры. На помощь ей приехали двое вооруженных мужчин. Мы представилися, предъявили свои службовые посвящения, на что они отреагировали неадекватно. И сказали, что таких, как мы, нужно стрелять. До напарника моего представили до горла пистолет. Роман показывает подписанный договор. Девушка обязалась помочь в поисках квартиры, но взяв деньги, исчезла. Вот, смотрите, это адреса, Смельянская 2, офис номер 2. Вот, смотрите, их номеры. Это шахраи. Это 100% шахраи, потому что на следующий день я перезвонил, телефоны были выключены. В результате потасовки полицейские получили травмы. Нападавших и девушку задержал патруль, вызванный пострадавшими. Оба в тот день были не на дежурстве. На этих фото задержанная троица и пистолет, которым Сергею Полищуку проломили голову. В полиции открыли уголовное производство. Через три дня суд отпустил задержанных мужчин под личное обязательство. Мол, пистолет был игрушечным, да и свидетелей у полицейских нет. Вместе с Романом мы идем на фирму, где работает мошенница. Но она делает вид, что никогда и не видела патрульного. Пообщавшись со своим адвокатом по телефону, девушка неожиданно вспомнила полицейского. А через некоторое время подъехали и мужчины-защитники. Все трое говорят, патрульные напали на девушку, а затем пытались избить ее товарищей. Я просто защищаюсь, его ударил. Я имею право защищаться. А у меня был моего племянника игрушечный, ну, пшикалка, пистолетик. Просто он у меня в сумке находился. Физичную силу я застосовывал только в целях самообороны. Потому что, ну, вот данная людина, она на меня замахнулась, а я, ну, не могу стоять просто так, ну, дивиться, коли меня бьют. Кто сейчас говорит правду, а кто нет, выясняют следователи. Патрульного Сергея Полищука должны выписать из больницы только 12 октября. Пострадавший надеется, что к этому времени дело уже передадут суд. И он сможет дать показания. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы. Украинской полиции требуется помощь и за границей ей поможет. Канада согласилась выделить более 20 миллионов долларов на тренинги и техническое обеспечение наших стражей порядка. Обучать полицейских и наблюдать за их работой канадцы будут три года. Об этом сообщила глава нацполиции, представляя новую программу вместе с канадским послом. Кроме этого, Хатя Деканаидзе рассказала об изменениях, которые хотят внести в закон о нацполиции. Мы хотим отменить, например, концепцию понятых. Когда, например, полицейский ночью останавливает человека, который пяный, находится под алкогольным опьянением или под наркотическим слистом, то полицейскому приходится искать, например, много свидетелей. Полицейского, несмотря на то, что он не находится на работе, например, что он в гражданках, то у него были те же права, какие у полицейского, например, в форме. И еще одна новация от нацполиции. Там решили больше не охранять суды. В итоге более половины зданий судов, от местных до апелляционных, остались вообще без стражей. Только 4% судов по всей стране будут охранять по ночам. Совет судей и судебная администрация уже выступили против таких новшеств. Там уверены, что теперь в суды беспрепятственно может войти кто угодно, вынести важные документы и печати, а также срывать заседания. Так, сегодня после атаки неизвестных, которые вынуждали судей вынести желаемое решение, два суда в Одесской области остановили свою работу. В Совете судей говорят, что таких нападений уже около десятка. Один военный погиб, двое ранены. В зоне АТО боевики возобновили обстрелы почти по всей линии фронта. По сообщениям штаба, противник вновь ведет огонь в районе Донецкого аэропорта. Три часа под массированным обстрелом провели и защитники Авдеевки. Что происходит на позициях, мы узнаем от Геннадия Вивденко. Вечером противник возобновил военные действия на Авдеевском участке фронта, хотя до этого тишина здесь продержалась лишь несколько часов. Сам был свидетелем, наблюдал, как в районе промзоны обстреливали наших бойцов с минометов, с СПГ, с гранатометов. Также стрелковая постоянно, только БСЕ уезжает, начинается веселуха. Бойцы отмечают, враг стал использовать тяжелую бронетехнику. С начала октября, день за днем, растет давление на наши позиции с применением почти полной палитры наземных вооружений. Ситуация последние 2-3 дня поменялась, потому что начали танки работать опять. До этого времени, когда было перемирие, прекратилась обстрелы, прекратилась стрельба танков. Сейчас опять же, работают с Есиноватой, работают с Донецкой танки. Но ребятам тяжело на промке. Это знаменитая девятиэтажка на окраине Авдеевки. Девятина или девятка, как ее еще называют бойцы. Насильно пострадала в ходе боев за город. И вот, наверное, символично, что здесь уже с весны открыт храм. Часовню обустроили прямо в городской квартире. Дом только ввели в эксплуатацию, как началась война. Большинство жителей сюда так и не заселилось. В обходе военных капелланов чисто военная лексика. Дислокация, ротация и тому подобное. Капелланы только приехали в Авдеевку. Прослужат по согласованию с 58-й бригадой месяц. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Отведение сил в районе станицы Луганской состоится только при условии полного соблюдения режима тишины. Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по регулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма. Напомню, вчера во время переговоров было решено, что разведение сил в Петровском пройдет 7 октября, а в станице Луганской 9 октября. Мы принципово поставили вчера вопрос, что мы одновременно не будем выводить, потому что последние дни с 22 по 4 было 18 обстрелов, так сказать. А у нас в рамочной угодке там четко записано, полная тиша. Тогда мы начинаем этот процесс. Так что подиемся, как... Россия не предоставляла следователям радарные данные по катастрофе MH17 в небе над Донбассом. Об этом заявил официальный представитель прокуратуры Нидерландов Вим Де Браун. На минувшей неделе спекер российского МИДа Мария Захарова сообщала о том, что Москва передала все данные радаров. И якобы международные эксперты не обратили внимания на эту информацию. Голландский прокурор Де Браун утверждает, что до сих пор следствие ничего не получило. Россия разместила в Сирии зенитные системы С-300 по сообщениям Минобороны для защиты своей базы. В Израиле на эти действия смотрят с тревогой. Вполне возможно, что такие комплексы могут серьезно помешать израильским летчикам. Все подробности узнаем от Сергея Ауслендера. Комплекс С-300 размещен в районе Тартуса. Там он с воздуха должен прикрывать военно-морскую базу и группировку кораблей. Российские военные, правда, поспешили заявить, что оружие это исключительно оборонительного характера и никакой угрозы ни для кого не представляет. Почему же тогда в израильском генштабе по этому поводу такой переполох? Тут дело вот в чем. Израильские летчики в сирийском небе действуют уже давно. Бомбят конвои с оружием, предназначенным для террористов. Бомбят позиции артиллерии, которая иногда обстреливает израильскую территорию. Понятно, что сирийское ПВО в силу своей технической отсталости никакой угрозы для них не представляло. Другое дело С-300. Это мощный дальнобойный комплекс с радиусом действия 300 километров, который теоретически может сбивать летательные аппараты еще в воздушном пространстве еврейского государства, то есть буквально на взлете. Естественно, новый С-300 в Сирии сковывает действия израильских ВВС на территории Сирии. Но нужно помнить, что хотя С-300 является довольно эффективным комплексом ПВО, он довольно старый комплекс ПВО, разработанный еще в 70-х годах. И в 2009 году, если я не ошибаюсь, у Израиля была возможность ознакомиться с этим комплексом поближе. Был разработан целый ряд противомер еще тогда. Более того, израильские ВВС уже начали получать самые современные самолеты пятого поколения F-35. Благодаря своей малозаметности, благодаря технологиям стелс, по заверениям американских экспертов, С-300 вообще не представляет для этих самолетов никакой угрозы. Но тут надо отметить такую вещь. Никто в армейском командовании Израиля не рассматривает Россию как своего потенциального противника. Но израильтяне в то же время привыкли готовиться ко всему. К тому же у них очень богатый опыт разгрома вражеской ПВО. Последний такой самый, пожалуй, известный эпизод случился в июне 82-го, во время Первой Ливанской, когда в ходе операции «Медведка» в течение нескольких дней практически без потерь со своей стороны израильские летчики разгромили мощную группировку сирийской ПВО в Ливане, которая была оснащена самым современным на тот момент советским оружием, и которую управляли советские военные специалисты. Сергей Услендер, подробности, телеканал «Интер», «Израиль». Мощный взрыв прогремел в Стамбуле возле аэропорта имени Ататюрка. Пострадали 10 человек. Один из них находится сейчас в крайне тяжелом состоянии. Бомбу заложили в мотоцикл, припаркованный вблизи полицейского участка. Взрыв был такой силой, что вылетели стекла в соседних домах. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Напомню, 28 июня жертвами теракта в аэропорту Ататюрка стали 45 человек, и около 200 получили ранения. Как продвигается расследование терактов в Париже и Брюсселе, и где еще готовились взрывы? Важную информацию раскопали французские журналисты. Все подробности узнаем от Софии Гордиенко. Месяцы расследований, терабайты, фото и видео с камер наблюдения, допросы и доносы дали меньше информации, чем ноутвук в бусорном баке рядом с квартирой брюссельских террористов. На жестком диске хранились извечания камикадзе, братьев Эль-Букрои, взорвавших себя в аэропорту, а также доказательства, что все теракты во Франции и Бельгии – дело рук одной сети. Причем стало известно, что 13 ноября собирались ударить не только по Парижу, но и по голландскому аэропорту Схипсхолл. Из французской столицы в Амстердам в этот же день на автобусе с билетом в один конец отправилось двое парней из группировки. Они забронировали гостиницу в городе. Почему сорвался план до сих пор неизвестно. Похоже, террористов должно было быть больше, и в важный момент просто не хватило людей. Но организация оказалась на высшем уровне. Куда бы ни отправлялись исполнители, специальные люди занимались для них арендой машин, разработкой плана, поиском информации и логистикой. На явочных квартирах, а их только в Брюсселе было несколько террористов, ждал полный холодильник, планшеты с интернетом, чтобы постоянно обновлять информацию и новости, а также игровые приставки. С такой информацией расследование сразу продвинулось вперед. Правда, не все действующие лица задержаны, но следствие располагает результатами экспертиз ДНК еще двух человек. Отпечатки их пальцев были обнаружены в мастерской, где изготавливали пояса шахидов. Но эти личности пока не установлены. А вот единственного выжившего участника терактов, Салаха Абдеслама, французская юстиция до сих пор не может добиться ничего. Он не желает общаться со следствием и хранит молчание. Так что работать над установлением источников финансирования и личностей тех, кто помогал организовывать взрывы, следователям приходится самостоятельно. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности телеканал Интер Брюссель. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Убийца Мэтью на Соединенные Штаты надвигается самый мощный ураган за последнее десятилетие. Размножить Роналду, как тренер норвежской футбольной команды предлагает решить кадровые проблемы. В Украине появится нацкомитет возрождения украинской промышленности и офис сопровождения инвестиций. Об этих планах премьер-министр рассказал, открывая третий Киевский международный экономический форум. Основные задачи правительства, по словам Гройсмана, создание благоприятных условий для работы бизнеса и привлечения инвестиций и новые рынки сбыта для украинской продукции. Все это в течение двух дней будут обсуждать на этом экономическом форуме министры, украинские и иностранные бизнесмены. Мы не можем копировать ни Сингапур, мы не можем быть лесопылкой, как тут было сказано. Мы можем быть Украиной, которая на 100% использует свои собственные ресурсы и возможности. И я переконую тому, что за 3-5 лет мы будем успешными. Очень хорошее направление – это агробизнес. Но не тот агробизнес, который выращивает пшеницу и кукурузу, а тот, который перерабатывает. Потому что получается, что мы снабжаем мир сырьем. Мы можем проставлять не сырье в виде пшеницы, кукурузы и металла, а уже готовый продукт, что даст нам рабочие места, даст нам налоги. Мы будем и дальше поддерживать Украину. 7 миллиардов евро уже были предоставлены Киеву в виде кредитов и гарантий. И мы это делаем, чтобы помочь вашей стране во время переходного периода. Основные проблемы Украины – это несоблюдение верховенства права и коррупция. Директора Николаевского судостроительного завода имени 61-го коммунара Фёдора Петрова всё-таки сняли с должности. По словам нардепа Сергея Каплина, этого удалось добиться благодаря слаженным действиям профсоюзов. Экс-руководителя предприятия не раз обвиняли в причастности к коррупционным схемам с участием представителей партии «Народный фронт». Фигурировал он и в скандале вокруг торговли запчастями военного назначения со страной-агрессором. Мы начали очищать верховку крупных военно-промисловых предприятий от спрута Яценюка и Авакова. Уже поданы соответствующие заявления к Национальному антикорупционному бюро, к Генеральной прокуратуре с требованием расследовать деятельность предпринимателя, точнее коррупционное орудование предпринимателя разум и с Пашинским. Уникальные земли при Карпате – это лакомый кусок, на который регулярно кто-то покушается. Как санатории в курортной зоне Варохты превращают в руины, расскажут наши корреспонденты. Санаторий «Смиричка» – четыре лечебных корпуса в самом центре курортного поселка Варохта. Раньше больные приезжали даже из других областей. Сегодня из 300 мест занята всего треть. Медики рассказывают, больные нуждаются не только в специальном уходе, но и в усиленном питании, а в меню только постные супы и крупы. В первом повороте было и мясо, и рыба в первом квартале, и в другом, не помню точно. А в данный момент, тогда сумма становилась 24 гривни приблизительно на качевание, а теперь 10-12. Еще хуже ситуация с медпрепаратами. Санаторий финансируется из областного бюджета. В нынешнем году на лекарства выделили всего 60 тысяч гривен. Эти несколько упаковок с таблетками – вот все запасы. На медикаменты сейчас мало. От того месяца было 3,40, а теперь гривня 5 копеек. Семилетний Иван приехал в Смиричку несколько недель назад. Мама рассказывает, сыну положено бесплатное лечение, но они уже потратили несколько тысяч гривен. Мы покупаем и медикаменты, мы покупаем, и препараты, которые нужны для массажа. Харчевание, покупаем, потому что нет качественного харчевания. Санаторий целенаправленно готовят к закрытию, убеждены в местном профсоюзе. Чиновники из областного департамента здравоохранения и главврач делают все, чтобы учреждение было нерентабельным. И под этим предлогом перепродать его в частные руки. На прошлой неделе на собрании медработники официально выразили недоверие главврачу, после чего тот сразу ушел в отпуск. Так что пообщаться с ним нам не удалось. А вот в департаменте здравоохранения обвинения отвергают. Это все неправда. Что мы в департаменте отмазываем людям госпитализацию в санаторий Смиричка. Это неправда. Будь кто, кто из района приезжает к нам, он звезды едет, выезжает звезды с департамента с путевкой. Почему же заведение практически не финансируется, в департаменте не объяснили. Мол, сами не понимают, в чем дело. Пообещали направить в санаторий комиссию, чтобы разобрались. Из-за угрозы распространения серьезного менингита в городе Люботин Харьковской области с сегодняшнего дня закрыты все школы. Учеников досрочно отправили на каникулы, которые по плану должны были начаться только в конце октября. Такое решение приняла мэрия. По предварительной информации, менингитом в городе заболели пятеро детей. В группе риска именно малыши. Взрослые болеют вирусным менингитом редко. Врачи обратились к родителям. Они просят не паниковать, но своевременно обращаться за медицинской помощью. Если возникают симптомы, сопровождающиеся головными болями, и температурной реакцией, конечно, повышенной, и слезотечением, симптомами, относящимися к воспалению мозговых оболочек, это надо обращаться в первую очередь к врачу. В Харькове неизвестный выстрелом в упор ранил курсанта. Парень, который до этого успел отслужить в АТО, чудом выжил. Сейчас он в больнице и в тяжелом состоянии. С чем связано это нападение, разбирались мои коллеги. О самом происшествии известно немного. На улице Полтавский шлях, неподалеку от военного вуза, неизвестный догнал курсанта. По одним данным на велосипеде, по другим пешком. Мужчина в темной одежде стрелял практически в упор. О 20-й часу 50 минут подошло сообщение к оператору 102 от женщины. Неведомый человек скоил пострел с невстанавливаемой оружием в потилицу 23-летнего курсанта одного из военных высших учебных закладов. Когда парня привезли в больницу, он был еще в сознании. Имя и фамилию врачам сказал. После этого его сразу же отправили в операционную. Рану осмотрели, обработали, но пулю решили пока не доставать. Пуля находится в кости. Она застряла в кости с другой стороны, в височной кости. Она, похоже, свинцовая такая, потому что она расплющенная. Из какого оружия стрелял неизвестный, выясняют эксперты. Сегодня раненого курсанта перевели в военный госпиталь. Врачи поддерживают его в состоянии медикаментозного сна. Известно, это 24-летний Евгений Суховеев, родом из Днепра. По контракту отслужил в зоне АТО в составе 25-й аэромобильной бригады. Осенью пошел учиться в политех на факультет военной подготовки. Две недели назад женился. Военные говорят, Евгений ни с кем не конфликтовал. Да и в районе, где произошло нападение, обычно много людей в форме. И до сих пор никаких инцидентов не было. В полиции версии не озвучивают. Уголовное производство открыли по статье «Покушение на преднамеренное убийство». Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал «Интер» Харьков. Побили свои же. Депутат Европарламента от Великобритании попал в госпиталь в результате драки. Получил он от ближайшего коллеги, тоже британца и соратника по партии независимости ЮКИП. Скорая забрала Стивена Вульфа без сознания. Что спровоцировало такую стычку, узнаем от Светланы Чернецкая. Она в Лондоне. Рукопашная в самом центре европейского законотворчества. Стивена Вульфа, депутата-радикала из Великобритании, побили прямо в здании Европарламента. Да так, что его без сознания забрала скорая. По словам очевидцев, жаркие споры начались еще во время заседания британских депутатов. Представителей правоцентристской партии ЮКИП в Страсбурге немало, 24. И они собрались на обычное рутинное заседание. Но встреча закончилась кровью. Уже в коридоре кто-то из коллег отправил Вулфа в нокаут. Свидетели говорят, он получил удар в голову и ударился о железные поручни. Через несколько минут свалился без сознания. По крупицам мы собираем информацию о том, что же происходило на заседании и спровоцировало драку. Сейчас в ЮКИП горячая пора. Партия осталась без лидера. Найджел Фарадж, один из главных идеологов Брекзита, сбежал уже на следующий день после референдума. Новый лидер Дайан Джеймс не продержалась даже двух недель. И вот на носу очередные выборы. А побитый Стивен Вулф – основной претендент на пост главы партии. Похоже, соратников Вулфа возмутило его заигрывание с консерваторами. Раньше депутат Тепло отзывался о лидере Тори Терезе Мэй и намекал, что хорошо бы слиться с правящей партией. Это стало бы драматическим концом ЮКИП. Партия независимости Великобритании и ЮКИП – одна из самых молодых в стране. Ее основали радикалы из правого крыла консерваторов. И неудивительно, что заявление Вулфа многие сочли предательством. Сейчас евродепутат пришел в себя, сканирование головы показало, обошлось без кровоизлияния. Ну а британский политикум потрясен дракой в Европарламенте. В палатах общины лордов считается неприличным даже повысить голос на коллег. А тут рукоприкладство, да еще и в самом центре Европы. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». Будапешт против Брюсселя. Власти Венгрии, несмотря на провалившийся референдум, планируют внести в Конституцию антимиграционную поправку. Что это за нововведение и почему его так опасаются в Брюсселе? Узнаем от Татьяны Лагуновой. Референдум не состоялся, не беда. Это вовсе не повод менять политические планы. По крайней мере для правительства Венгрии. После того, как голосование по вопросу миграционных квот признали недействительным из-за низкой явки, премьер страны заявил, Будапешт не пойдет на поводу у Брюсселя. В планах у Виктора Орбана внести изменения в Конституцию и законодательно запретить Евросоюзу вводить обязательные квоты на прием беженцев без согласия венгерского парламента. За эту поправку парламент может проголосовать уже в ноябре. Мы должны четко заявить, без согласия парламента Евросоюз не может расселить в Венгрии беженцев. Мы должны четко заявить, что мы запрещаем принудительное расселение мигрантов. Это вопрос суверенитета. Согласно решению ЕС, Венгрия должна принять более тысячи беженцев. Эту квоту венгерские власти сейчас оспаривают в суде. Если проиграют, придется выполнять. Так что цель конституционных изменений скорее перестраховка на будущее. Мы можем сделать так, чтобы после поправки решения ЕС не вступили в силу в Венгрии. В Брюсселе к венгерским законодательным инициативам относятся с опаской. Хотя бы потому, что побаиваются к бунту, могут присоединиться и другие страны Восточной Европы. Например, Польша, Чехия или Словакия. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. На Америку надвигается ураган Мэтью. Его жертвами уже стали более сотни человек в странах Карибского региона. Это число с каждым днем растет. Власти приняли решение о массовой эвакуации. Все подробности этой ситуации узнаем у Дмитрия Анопченко. Он на связи со студией Соединенных Штатов. Дима, здравствуй. Насколько серьезна эта ситуация? Что тебе известно? Наташ, но он намного серьезнее. Не то, что происходит сейчас, а то, что может произойти. Но только представьте, скорость урагана достигает 180 км в час. Ожидается, что сегодня он пройдет в непосредственной близости от Флориды. И, возможно, затронет и соседние штаты. Штаты, расположенные к северо-востоку. У побережья Флориды ураган должен пройти над водой. И уже сейчас начинается очень сильный шторм. Прибрежные городки эвакуируют. На трассах огромные пробки. Магистрали просто заполнены машинами. Самая большая проблема для тех, кто решил уехать. На местных заправках закончился бензин. Его полностью раскупили этой ночью, запасаясь на случай затяжной непогоды. В Южной Каролине решено эвакуировать более миллиона человек. Метеорологи не могут точно предсказать траекторию вихря. Поэтому власти приняли решение перестраховаться. И приказали уехать всем, чьи дома в опасной зоне. Чтобы было куда вернуться, люди сейчас запасаются песком и досками. В местных строительных магазинах полностью раскупили все доски, все фанерные щиты. Ими заколачивают окна и двери. Надеясь, что дома смогут выстоять. Люди откровенно напуганы. Вот послушайте. Настолько, что предупредили, что ураган пройдет ближе, чем ожидалось. Так что мы теперь должны быть готовы ко всему. Думаю, 4 или 5 дней тут все будет парализовано. И просто надеемся, что может непогода пощадить нас. Те, кто переждут непогоду дома, скупают все, что могут в супермаркетах. Воду и консервы уже практически размели. Грузчики выгребают последние запасы со складов. Я залил полный бак, забрал все наличные из банка. Ну вот сейчас продуктами затариваюсь. С обеда сегодняшнего дня с Флоридой полностью остановят авиасообщение. Авиакомпании не хотят рисковать. И заранее предупредили пассажиров, что полторы тысячи вылетов отменены. И самая большая опасность в том, что развитие событий очень сложно предсказать. Я разговаривал с экспертом, который возглавляет группу, призванную предсказывать ураганы и их последствия. Так вот, по его словам, еще 15 лет назад они могли заранее абсолютно точно предвидеть, как именно пройдет шторм. Какие районы затронет, а какие пощадит. А вот теперь погода настолько капризна, настолько непредсказуема, что при всех их суперкомпьютерах, при всех снимках из космоса, просто невозможно дать четкий прогноз. А значит, чтобы избежать жертв, и нужны массовая эвакуация, которая сейчас происходит, и призывы властей. Надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Наташа. Спасибо, Дима. Дмитрий Анопченко об урагане Мэтью, который надвигается на Флориду. Путешествуют не только люди, но и роботы. Куда направились японские пепперы на этот раз? И кто из футбольных тренеров задумал размножить Роналда? Об этом и не только в нашем обзоре. В полет как агент 007. Бывший пилот Дэвид Мэйман с командой инженеров построил вертикальное взлетное устройство из фильма о Джеймсе Бонде. И успешно испробовал его над лондонской Темзой, взлетев на 30 метров и пробой в воздухе около 4 минут. Ракетный ранец работает на двух реактивных мини-двигателях, размещенных по бокам и управляемых джойстиками. Мэйман собирается создать электроверсию этого аппарата. Глобальная автокатастрофа. В эту интернет-рубрику попало злополучное видео, на котором британский водитель никак не может выехать с парковки. И при этом 21 раз таранит соседнюю машину. Автолюбитель пытался сдать назад из узкого парковочного места. И все время допускал ошибку при выборе угла выезда. Популярное видео скоро покажут в известном новостном шоу на телеканале ITV4. Японский робот Пеппер теперь будет работать в Тайване. В двух банках и одной страховой компании электронные работники будут встречать гостей, развлекать детей и благодарить посетителей за визит. Кроме того, они могут предоставить консультации и помочь разобраться с сайтом. Это вторая заграничная командировка Пеппера. Первое чудо техника оценила Франция. Поймали одного из самых опасных итальянских мафиози. 54-летний Антонио Пелле более пяти лет скрывался от полиции. А найти его удалось в нише за шкафом в секретной части собственного дома. Пелле один из самых опасных преступников Италии. Ему грозит 20-летний срок за распространение наркотиков, контрабанду оружия, а также курирование крупного мафиозного клана. 401 марафон за 401 день. Британец Бен Смит закончил свой последний забег, преодолев более 10,5 тысяч миль. Во время этой благотворительной акции он собрал 250 тысяч фунтов. Деньги пойдут на защиту прав детей. За время марафона Смит сжег 2,5 миллиона калорий, поменял 22 пары тренеров и выступил со 101 речью. Из-за боли в спине пропустил 10 дней. Позже нагонял мили, чтобы установить собственный рекорд. Если нет успешных футболистов, их нужно родить. Решил тренер норвежской футбольной команды Нордстранд Хан Стофте. И разместил видео с призывом к интернет-пользователям помочь найти лучших футболистов мира, таких как Златан, Роналда или Гаскоин, чтобы приобщить их к этой акции. Свой призыв отчаявшийся тренер объяснил так. Я не могу больше этого терпеть. Это все новости к этому часу. Уже завтра в этой студии будет работать Алексей Лихман. Он расскажет вам о последних новостях и проведет ток-шоу «Черное зеркало». А я не устаю желать вам побольше хороших новостей. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин